Нравились красивые, потом мне начали нравиться умные, а сейчас мне нравятся молодые. Еще раз образ повторить. Умлекся ответом. Ну вот как вы считаете, что для того, чтобы выглядеть красивой, безупречной, нужно на себя накладывать огромное количество макияжа, немыслимые каблуки одевать? Ну, Татьяна сказала замечательно, я не думаю, что я, как мне специалист, скажу лучше, но все идет, наверное, изнутри. Мы не встречаемся, вы как мужчины, в первую очередь, мужское мнение. Ну, я же не вижу затраченных, я вижу результат, а что, насколько на это пошло, там, штукатурки или голодание, мы оцениваем, конечно, результат, поэтому каждая, наверное, женщина для себя все равно никогда не совпадает то, как вы себе видите женщину, то, как вы ее видите мужчину, да? Это счастье, когда вдруг это совпадает. Потому что очень часто женщины себя принимают за одну, а мы видим ее совершенно другую. Счастье, когда это совпадает. Поэтому, я повторяю, у каждого, наверное, у нас свои пристрастия. Я считаю, что нормальный мужчина всегда все-таки ценит, когда он видит естественную красоту, либо что-то сделан настолько аккуратно, потому что любые архитектурные излишества на лице и на фигуре, они отталкивают. Так мне кажется, хотя уже кто-то любит, видите, по телевизору показывает, что женщины себе делают. Чего только не делают, с этим живут и считают, что в этом мы счастливы. Ну, наверное, и на такую женщину найдется такой же любитель. Скажите, вот вопрос для всех участников сегодняшнего стола. Скажите, вот как вы считаете, вот как себе создать психологический настрой? Допустим, в каких-нибудь критических ситуациях, допустим, перед Новым годом что-то ужасное случилось у тебя. Вот как вот себя настроить, вот налад, чтобы вот и с семьей приятно было пообщаться, и чтобы нет...